МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. Не выдержал притяжения. Рядом с одной из чебоксарских школ рухнул строительный кран. Прямиком в Кремль. В Чувашии проводили будущих солдат кремлевского полка. Местихая Чувашия. В Чебоксарах прошел конкурс красоты среди девушек с нарушением слуха. Главный финансовый документ республики сегодня рассмотрели в Государственном совете Чувашии и приняли в первом чтении. Социально-экономическое развитие республики в 2014 году характеризовалось ростом объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, ввода жилья, розничного товара оборота, реальной заработной платы и денежных доходов населения. Об этом говорил на сессии спикер парламента Юрий Попов. Также сегодня речь шла о бюджете на будущий год. Доходы республиканского бюджета на 2015 год согласно проекту закона прогнозируются в объеме более 33 миллиардов рублей. Это на 2,6% больше утвержденных в законе о бюджете нынешнего года. Собственные доходы увеличиваются более чем на 6%. Что касается расходов, то основную долю в общем объеме составляют расходы на социально-культурную сферу. Так, на образование в 2015 году уйдет 30% бюджетных средств. На социальную политику чуть более 20%, на здравоохранение около 19%. На культуру и кинематографию менее 2%, физическую культуру и спорт – 1%. Прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2015 год предполагается утвердить в размере около 3,5 миллиардов рублей или 15% к объему доходов Чувашии без учета безвозмездных поступлений. Прямо у школы рухнул строительный кран. Такой звонок поступил сегодня утром в нашу редакцию от жительницы Чебоксар. Разбираться в происшествии отправилась наша съемочная группа. Кверху колесами. В таком положении мы застали кран на строительной площадке у Чебоксарской гимназии номер 4. ЧП произошло, когда рабочие с помощью крана начали разгружать железобетонные фундаментные сваи. На строительной площадке никакой паники не наблюдалось. Прораб сообщил – пострадавших нет. При укладке на место складирования на место складирования произошел перевес и кран со стрелой пошел вниз в котлован. Кран под такой вес груза не рассчитал и сигнализация не сработала. Вот и произошло падение. Внизу были стропальщики, но стропальщики были предупреждены при разгрузке. Так что они знали, где стоять в этот момент. Подобные пришествия не всегда заканчиваются хорошо. В Петербурге упал строительный кран – трое погибших. В Хабаровске упал строительный кран – один человек погиб. Подобных заголовков в интернете сотни. В Чебоксарах в этот раз трагедии удалось избежать. Как выяснилось, в редакцию звонили обеспокоенные родители. Ведь котлован от школьной территории отделяют всего десятки метров. Здесь идет строительство административно-торгового комплекса «Два капитана». Если бы стрела упала, к примеру, в другую сторону этой истории, вероятно, могли бы быть более серьезные последствия. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. «Тебя ждут дома, сэкономишь минуту, потеряешь жизнь» и еще множество фраз, с помощью которых сотрудники госавтоинспекции пытаются предупредить и уберечь водителей и пешеходов от беды на дорогах. Но, к сожалению, действует это не на всех. В третье воскресенье ноября во всем мире чтят память жертв ДТП. В этот день госавтоинспекция еще раз обращает внимание всех людей на трагедии, которые случаются на дорогах. Хотя количество аварий на дорогах Чуваша из года в год снижается, все же число пострадавших в ДТП остается внушительным. Только с начала этого года в республике в авариях погибли более 205 человек. Сегодня проходит акция совместная ГИБДД с отца, с автомобилистом. Прежде всего, хотелось бы, как вам, уважаемые автомобилисты, соблюдать правила дорожного движения и делать так, чтобы ваша семья всегда могла наслаждаться в вас дома. И подобных случаев с этим автомобилем не было в вашей практике, в вашей жизни. Берегите себя. Каждый из нас может изменить ситуацию к лучшему, просто соблюдая правила дорожного движения. Нужно всегда помнить, что дисциплинированность водителей и пешеходов может сохранить чью-то жизнь. Заветной мечтой героев следующего сюжета была непротекающая крыша над головой и прочные стены без трещин. Иными словами, жилье в хорошем и, главное, неаварийном доме. Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем того, что мечты сбываются. Я вот здоровью немножко подорвала коленку. Когда выбегала ночью. И это... Слышать стало плохо. И сердце пошаливает. Вспоминать без слез о пожаре, который произошел в их доме по улице Семашка в Чебоксарах, Нина Васильевна не может. Тогда семья женщины лишилась крова. После пожара дом восстановлению не подлежал. Но, как говорят, нет. Худо без добра. Нина Васильевна справила новоселье в новом доме. Квартирой довольна, площадь стала даже больше. По соседству здесь живут и те, чьи дома пришли в негодность не от пожара, а от времени. По переселению граждан из аварийных жилых домов по городу Чебоксара у нас есть программа с 13 по 17 год. По этой программе нам необходимо снести 267 домов. В текущем году, с 13 по 14 год, мы должны снести 7-6 домов. Дни из этих квартир сдали в этом доме. 90 квартир, которые мы расселили. Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья реализуется не так легко. Есть серьезные отставания. До конца года необходимо построить еще 508 квартир. Контракт на это еще летом заключили со строительной компанией СООР. Срок передачи в муниципальную собственность 15 декабря нынешнего года. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. В рядах президентского полка вновь пополнение. Уже 200 наших земляков достойно прошли службу в этой элитной части. Сегодня в Канаше состоялись провода еще 15 молодых людей, которые отправились отдавать долг Родине. Уже совсем скоро эти молодые люди наденут погоны василькового цвета с двумя золотистыми буквами «П» и будут носить почетное имя кремлевского солдата. Призывники отправляются служить в президентский полк комендатуры Московского Кремля. Это почетная обязанность защищать Родину, служить Родине. Мы с гордостью смотрим на вас, надеясь, что все невзгоды, которые, несомненно, есть в армии, вы перенесете. Служба в этом подразделении – это особая служба. Вот вы элита из всех, кто у нас уходит с нашей республики. Очень хорошая статистика. У нас мы вас требуем не только в президентском полку, но и в других силовых структурах и так далее. В полку ежегодная ротация. Совсем недавно домой вернулись 15 кремлевских солдат, которые год назад призывались в элитный полк. Им вручили часы с символикой республики, благодарны за достойную службу. Самое первое незабываемое – это первое заступление на первую по стране, то есть на могилу независимых солдат. Единственное, что это, естественно, выделять среди других, как бы и не будет встал, потому что для них тоже не менее почетная служба, то есть кто-то на границе, кто-то еще будет служить. Поэтому мне удалось, возможно, такая по сути Кремля. Единственное, само собой чувствовалось. Так, служим в самом Кремле, почет. По сути, служба изменилась в лучшую сторону. Взгляды на жизнь стали лучше. Теперь участвовать в протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, нести почетные караулы и службу у Вечного Огня предстоит новым призывникам. Настроение у меня хорошее, позитивное, очень рвось. Хочется, конечно, очень сильно. С 10 класса хотел в президентский полк, но я школу рано окончил, 16 лет. Вот поэтому после… сейчас у меня 20 лет исполнится, вот я заходил, собрался лучше с теми силами. Я считаю, что сходить в армию – это долг каждого парня. Если парень в армии не был, для меня это уже не парень. Я очень рада, что у меня сын попал в президентский полк. Он с детства мечтал. Уже два года подряд он хочет. Мы решили сначала пусть он доучится, но потом в этом году уже не запретили. Пусть думает, отслужит, потом видно будет дальше, куда он пойдет, как будет жить. Как сложится жизнь у призывников после службы, мы сможем узнать ровно через год. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Электронные услуги становятся более востребованными. Зачем стоять в очереди, когда можно все сделать, не выходя из дома, при наличии всего лишь интернета. Подают электронные заявки и в миграционную службу. Что интересует горожан в этом ведомстве, выясняла наша съемочная группа. Мира Тарапыгина, зарегистрировавшись на портале государственных услуг, решила оформить заявку на загранпаспорт. Вся процедура заняла у нее не более 10 минут. Поначалу я переживала подавать документы через компьютер. Вдруг там что-то перепутаю или не туда пойдут мои данные. А сейчас я все-таки понимаю, что это государственный портал и подаю заявление через компьютер. Кроме загранпаспортов, здесь можно оформить паспорт гражданина Российской Федерации, приглашение на въезд в страну для иностранных лиц и получить другие услуги. Чтобы обратная связь была оперативной, сотрудники УФМС просят при подаче заявлений через интернет оставить контактные телефоны или электронные адреса. Население республики положительно оценивает преимущество подачи заявлений в электронном виде, так как подразделение Федеральной миграционной службы осуществляет прием граждан вне очереди и удобное для граждан время. Ежегодно растет количество обращений, поданных через единый портал государственных услуг. Преимущество электронных заявок в миграционную службу успели пока оценить около 6 тысяч граждан. Цифра не очень большая, но те, кто уже воспользовался, остались довольны. Очень удобно. Форму заявления на загранпаспорт оформила дома, через интернет, на сайте госуслуг. В течение 15 дней сфотографировалась на паспорт, занесла квитанцию госпошлины и оригинал документов. Через некоторое время в личный кабинет пришли сообщения о готовности паспорта и график приема граждан. Пришла в удобное для меня время и получила паспорт. Экономия времени, возможность следить за движением документов, гарантия качества, оказанные услуги. Вот что выбирают сегодня жители республики. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Новый год не за горами. Дети уже думают о подарках от Деда Мороза, о городские власти, о праздничном оформлении столицы республики. В этом году основной акцент будет сделан на световой иллюминации и, конечно же, на главном символе Нового года. Четыре новогодние елки украсят город уже до 1 декабря. Главная ель будет установлена, как и в предыдущие годы, на площади республики. Ее диаметр составит 8 метров, а высота 22 метра. Ель будет украшена новыми декоративными гирляндами с эффектом падающей капли. Еще два новогодних символа установят на Красной площади возле Чувашского драмтеатра. В поселке Сосновка для ребят готовят 12-метровую красавицу. Подумали власти и об оформлении всего города. Как он преобразится к празднику, узнаем совсем скоро. Они красивые и талантливые. Они умеют петь и танцевать. К тому же поют не только при помощи голоса, но и при помощи жестов. Речь идет об участницах конкурса «Мисс Тихая Чувашия». Этот фестиваль для девушек-инвалидов, по слуху, в нашей республике прошел уже в восьмой раз. На праздники красоты побывала наша съемочная группа. Маша Петрова впервые решила выступить на сцене, а тем более принять участие в конкурсе красоты. Девушка призналась, что она очень стеснительная, но на этот раз решила побороть свои комплексы. Первое место у меня вообще все равно. Мне главное, чтобы выйти и показать себя. Первый раз в жизни. И последний раз, надеюсь. Я боюсь, потому что... Соперницы Маши – девочки из ее же школы. Все они плохо слышат, поэтому в фестивале называется «Мисс Тихая Чувашия». Из-за этих ограничений здоровья конкурсанткам значительно труднее представить свои номера. Видеть надо выступать жестовую песню. А еще надо говорить. Некоторые у нас люди глухие и не могут об этом говорить. Приходится жестом еще объяснять. Помимо того, что конкурс позволяет девушкам с ограниченными возможностями здоровья показать свои творческие способности, организаторы фестиваля преследуют еще одну цель. Одна из важнейших, я считаю, задач – то, чтобы здоровые дети, которые сегодня сидят в этом зале, увидели, как же они счастливы, как они не используют то, что имеют. Поэтому они получают огромный урок умения любить эту жизнь, пользоваться каждым днем и учиться у этих детей полноценной жизни. Благодаря таким конкурсам окружающая среда становится для ребят действительно доступной. И это главное достижение нашего общества. Марина Рябцева, Николай Яковлев, Республика. Эти бабушки и дедушки чуваши на Евровидении пока не собираются. Но в конкурсах активно участвуют. В столичном ДК «Салют» прошел финал межрегионального хорового чемпионата ветеранов войны и труда. С чувством, с толком, с расстановкой и обязательно с баяном – так выступают хоры ветеранов. Большая часть из них имеет высокое и почетное звание народных. Сегодня принимало участие 16 коллективов, коллективы, которые прошли полуфинал, коллективы, которые показали высокий уровень профессионализма, энтузиазм, любовь к песне. Они, конечно, за кулисами очень сильно волновались, но на сцене они показали свое лицо, они держались мужественно, они держались эмоционально, они заражали зал, поддерживали друг друга. Я считаю, что мы не должны терять вот этот элемент нашей культуры. В ветеранском репертуаре песни о судьбе, о любви и, конечно, о войне. Вместе они поют уже много лет и без хора жизнь себе не представляют. Наш хор очень нравится, у нас люди очень хорошие, слаженные, очень доброжелательные. Мы идем в наш хор, вот знаете, отдыхать. Просто вот на репетиции, просто ноги, у нас стопроцентная посещаемость, просто ноги несут в этот хор. Вот так посидим, поотдыхаем, попели, разошлись и еще даже не можем разойтись. Еще стоим, говорим, 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 и о песне говорим. И вот эту бы петь, это у нас хорошо прошла песня, а это еще лучше. Давайте вот эту. Знаете, как это очень интересно. Конкурс – это очень важное событие, это очень нужно. Это, вы знаете, волнение такое. Ой, выиграли, лучше не лучше. Кто лучше? И вообще другие коллективы хотя бы посмотришь, как другие поют. Творчество в первую очередь оценивают слушатели. Фаворитов у зрительного зала нет. Бурные аплодисменты звучат после каждой песни. Пусть они и не такие популярные, как хиты бурановских бабушек, но нашим вокалистам на Евровидение не ехать. Хотя, по мнению членов жюри, хоры Чувашии запросто могут дать фору популярному удмуртскому коллективу. Я давно не видела такого конкурса вообще со всех районов, кроме Юга Чувашии. Все были хорошо представлены. Я считаю, вот этот конкурс как раз продвигает вперед и дальше развивает не только национальную культуру, и всю Россию. Да я бы всем дала бы первое место. Победителем чемпионата стали участники народного хора ветеранов Дворца культуры «Салют» Волжанка. Лучший коллектив представит Чувашию на международном конкурсе фестиваля самодеятельных хоров и творческих коллективов ветеранов в городе Сергеев-Посад. Юлия Воженина, Андрей Спиридонов, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин